всем здорова это сам шурин в общем смотрите буду показывать в первую очередь окрестности но не себя потому что окрестности гораздо интереснее выглядят чем я и плюс еще я обгорел у меня даже от солнца отекло лицо я выгляжу как бомжара с курского вокзала весь облез вот но тем не менее это не самое главное потому что самое главное то что я в своем самом любимом месте из тех где я когда-либо бывал это пхи пхи остров в таиланде и соответственно из плюсов и всего классного смотрите скала просто бомбическая идешь идешь такой вам гигантская просто огромная огромнейшая скала обожаю это место вот из плюсов то что я привез еще сюда свою семью сейчас я вам быстренько покажу что они там чилят и фабили пацаны вам привет кстати передать короче пацаны вам передали привет вон я вам сейчас покажу как отдыхают мои карина вашей рукой папа маши рукой пап сейчас я приду очках gucci папа за двадцатку папа работает в администрации села где они живут ну можно сказать дворником то есть он там ему не он на пенсии на ему не сидится дома он туда ходит на работу что-то там подметает убирает стучит молотком ну то есть делать какие-то хозяйственные работы вот и папа у меня гоняет в очках от gucci за двадцатку и это наверное не понт это просто ну такой прикол хочу с вами и поделиться когда-то я покупал их себе но я в очередной раз понял что я не могу носить солнцезащитные очки на мне у них не прикольно и в общем вот решил их отдать папе папе они очень идут он очень круто в них смотрится так это у нас фрукты и овощи как говорится можно намутить здесь эти пэшн фрукту на раку это мой один самых любимых фруктов значит морить ребят в этот раз мы приехали крупным составом я привез всю семью это только мои родители моя любимая женщина это еще и я взял с собой своего брата я взял с собой маму моей любимой женщины тещу можно сказать и вот таким составом 6 человек мы тусим на какие в таиланде почему так потому что семья это самое главное потому что самое главное чтобы всем было хорошо классно круто и здорово и меня это самое ценное что может быть и слава богу что сейчас есть такая возможность в первую очередь что все живы и здоровы и чего и вам желаю вот но как бы суть видоса в другом ребята значит смотрите у меня не так давно был пост инстаграме на эту тему то есть суть какая что если это есть значит это возможно вот такая вот суть видеоролика и короче значит смотрите то что многие когда видят что-то что чего нет у них но им хочется они очень сильно на эту тему раздражаются то есть например о чем я говорю да что я буду идти показывать тебе рассказывать да то есть о чем я говорю я говорю о том что например ты видишь какого-то мужика накачанного ты сам такой жирненький ну типа меня вот и ты смотришь на него и агрессируешь то есть а чувак там накачался и тогда ты видишь какого-то парня на дорогом авто и тебе кажется что вот этот чувак типа богатый что у него есть у тебя нет то есть ты начинаешь туда агрессировать ты видишь также мужчину с красивой женщины и подручку начинаешь агрессировать туда то есть говоришь вот она проститутка начало там на день провелась и так далее то есть это очень удобная удобная хрень да потому что это тебя сразу отгораживает от того что надо что-то с этим делать да то есть ты сразу навешал каких-то ярлыков и стереотипов и теперь можно не заморачиваться то есть смотрите есть такая очень сильно распространенная негативная реакция я когда был совсем молод и юн и жил в самаре я был беден на по жесткому работал на стройках чтобы хоть как-то свести концы с концами когда я видел всяких там мажоров как я их называл там чуваков у которых куча денег было следующее я туда агрессировал я реально туда огрелся то есть я злился я считал что они этого не заслужили они этого недостойны там ну и про и прочее прочее херня и как бы в чем суть что только в какой-то момент я понял что это меня ни к чему не приведет потому что если получается разложить вот эту ситуацию как-то более подробно то картина выглядит следующим образом что я не на них злюсь как будто бы я как будто бы злюсь на ту жизнь куда я хочу попасть то есть я как будто бы злюсь на те возможности на те какие-то плюшки и прибамбасы которые мне хотелось бы в жизни в этой получить вот и в этом есть определенный косяк я понял что мне сложнее будет это получить намного в этой жизни если я буду на это злиться и агрессировать то есть и мне соответственно получается по этой логике что я что буду себя ненавидеть себя чмирить и обзывать когда у меня это будет нет и поэтому я в какой-то момент перестал это делать вот получается что очень такая распространенная картина да что смотрите то есть вы смотрите вы завидуете там есть два типа негативных эмоций которые вы испытываете первое вы начинаете гнать в ту сторону потому что зависть человеческая имеет как бы такую сторону когда вы начинаете испытывать негатив для чего человек испытывает негатив когда завид если вы испытываете в ту сторону негатив значит вы как бы себя тем самым успокаиваете то есть это такая естественная очевидная защитная реакция вашего мозга то есть вы когда злитесь если вам якобы это не нужно, потому что вы не знаете, как это получить, поэтому вы туда выбираете злиться, агриться, и тем самым вам, как ни странно, вам кажется, но вам становится легче. И второй вариант реакции там в этих ситуациях такой, что вы начинаете агриться и злиться на себя. То есть смотрите, с одной стороны, это чуть-чуть получше, потому что вроде бы вы не намерзаетесь, но с другой стороны, ничего хорошего в этом тоже нет, потому что вы чморите себя. То есть это все неправильно, и то, и то вас ни к чему хорошего, ребята, не приведет. И то, и то негативно, потому что если вы не перестанете так реагировать, то вы, получается, никогда не получите то, что вы хотите, потому что вы сами себя такой реакцией отрезаете от всего хорошего, что вам хочется. Видите вы, например, красивую девушку, она едет на дорогом авто. То есть чаще всего реакция такая у людей, типа, о, она насосала, хер с ним, ребят, даже если она насосала, вот представьте, да, да, она насосала, вот захотела и насосала. О чем это может говорить? Только о том, что есть какой-то мужик, у которого есть столько возможностей, ну там, в частности, финансовых, да, что если у него какая-то женщина, скажем, как вы говорите, насосала, то он может ей подарить какой-то дорогой автомобиль или что-то в этом духе. То есть это говорит только о том, что есть люди, у которых есть возможности. Поэтому вместо агрессии в тот адрес вам нужно подумать, а, раз такое есть, значит, оно может быть и у меня. И поэтому лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации, вы можете сделать так, вы можете сказать себе, если у них получилось, значит, получится и у меня. Если они смогли, значит, я смогу. У меня такое тоже было раньше с квартирой. То есть я смотрел и говорил, блин, как они купили себе квартиру там за 12 миллионов и так далее. Это же нереально там, блин, а я работаю, работаю, у меня не получается, я не могу и так далее. И в итоге я понял, что нужно говорить себе не то, что как они это сделали, я не могу, а у них получилось, и это нереально. То, что, ну, раз у них получилось, парни, значит, получится и у меня. Так это и работает. Поэтому, мужики, я вам, я вас еще раз поздравляю, значит, с Новым годом. Я вас поздравляю с новым, старым Новым годом, который скоро будет, с Рождеством, которое сегодня на завтра, по-моему, наступает. Или со вчера. Я не знаю, когда я выложу этот видос. Вот. И, 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 ну, следите за собой. То есть, ребята, вам нужно научиться быть осознанными. Вам нужно научиться отделяться внутри своей головы, как бы абстрагироваться, взлетать над ситуацией, смотреть на нее и понимать, что, а правильно ли я сейчас думаю, эффективно ли я сейчас думаю. Возможно, что я думаю так, что это меня загораживает и отгораживает от всего хорошего. Не завидуйте, а мотивируйтесь правильным образом, потому что когда-то я тоже смотрел на каких-то ребят, это меня сильно мотивировало. И во многом поэтому я нахожусь здесь. И плюс еще у меня есть возможность привезти свою семью. Плюс, конечно же, меня вытащили из всего этого дерьма женщины, сами того о том не подозревая, потому что было так, что, ну, как бы я пошел в тему пикапа. Я решил, что я хочу нравиться женщинам, которые нравятся мне. Я хочу их получать. И таким образом я начал сам развиваться. Для меня женщины стали таким пинком, мотиватором и так далее, который сработал. И, соответственно, сейчас очень многое в жизни поменялось. И финансово, и ментально. И это было, скажем так, положено огромное начало какому-то бесконечному развитию личности, развитию самого себя. Этого я вам и желаю. И, ребята, с 13 по 16 февраля мы собираем февральский тренинг в Москве. Я специально для этого приеду на недельку. Ссылка для записи под этим видео. То есть, возможно, что для вас это тоже будет выход, что в вашей ситуации, пройдя мой тренинг, как я когда-то прошел чей-то тренинг, вы тоже сможете замотивироваться, вы сможете получить конкретные, практически прикладные навыки, которые позволят вам выйти на другой уровень и в плане личной жизни, и в плане финансов, и в плане до всего-всего чего угодно. Это был Шамшурин. Всем приветствую. Хип-хип. Все, увидимся. Пока.